Девушки отдыхают Данила выступает здесь уже не в первый раз. Говорит, у этого места уникальная атмосфера, особое звучание. Здесь всегда на удивление приходят добрые, очень интересные, замечательные люди. От них чувствуется особая энергетика. И я думаю, что тому виной именно это место, этот дом и дух Сергея Ивановича Танеева, который здесь присутствует до сих пор и по сей день. И этот замечательный рояль, и сами стены, все это, конечно, придает вот эту особую атмосферу общения артистов и публике. Яна Иванченко-Сопрано выступает здесь впервые. Ария Гайдена и Дворжика, произведения Сверидова, Шенберга и ученика Танеева, Рахманинова. Небольшая комната в бревенчатом доме, звуки птиц за окном и прямой контакт со зрителями. Здесь до каждого слушателя можно донести саму суть произведения. Очень важно, когда слушаешь классическую музыку, тем более такую непростую, как мы сегодня исполняли, это все-таки музыка для очень подготовленного слушателя одновременно. И когда такую музыку исполняешь, очень важно, чтобы люди знали каждое слово, о чем эта музыка. Да и в опере, когда приходишь в оперу, как важно, когда ты знаешь, что происходит сейчас на сцене, потому что это живая история. Это первое выступление после длительного перерыва. До пандемии такие камерные концерты в доме музея Танеева проводились регулярно. Эту добрую традицию начал сам композитор. Это очень давнейшая традиция. Они проводились еще и сто лет назад, когда здесь жил ученик Танеева, его большой друг Вячеслав Булычев, руководитель певческой симфонической капеллы. И, собственно говоря, Танеев, он привел Танеева сюда, и благодаря этому, в общем, мы имеем здесь музей Танеева. И уже тогда он привозил своих музыкантов. Они здесь репетировали, устраивались концерты, открывались окна, и Дюдькова собиралась, как писалась под окнами. Благодарные слушатели собираются здесь и сейчас. Мария с дочерью не пропускают такие музыкальные события. Прививать чувства прекрасного надо с малых лет, считает мама. Только так можно развить талант. В этом году мы пошли в музыкальную школу. Я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, ей удастся здесь поучаствовать в этом концерте. Что тебе нравится? Мне очень понравилось, когда начали играть скрипки. И особо вторая часть. Теперь здесь вновь звучит музыка. Информация о концертах и других мероприятиях опубликована на сайте музея и на страницах в соцсетях. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».